Это наша леопатова черепашка, это нашим большим черепахам. Все очень свежее, вкусное. В меню экзотические фрукты и свежие овощи. Такой обед сегодня себе заказали маленькие сурикаты и черепахи. А что, могут себе позволить, ведь в зоопарке отпуск. Наши львицы, они сами по себе весьма молодые, активные, и они тут у нас недавно устроили веселую жизнь нам. Они раскопали на улице большой камень, полимер бетона, который как декорация у них был установлен в вольере. И начали там лазить внутри, потому что там есть такая полость большая. Если для одних животных самоизоляция – это время для веселья, например, змеи теперь смело вылезают из укрытий, то для других – это возможность наладить семейную жизнь. Для нашей пары белоголовых сипов карантин, конечно, является благоприятным временем. Они сели на гнездо. Мы надеемся, что в такой тихой мирной обстановке, которая сейчас царит в зоопарке, они все-таки высадят своего птенца. Сейчас животные зоопарка, конечно, скучают по своим гостям. Например, казанские львы не понимают, куда же делись их маленькие друзья. Для того, чтобы люди, сидя из дома, смогли наблюдать за жизнью своих любимцев, например, московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию. Теперь московские сотрудники ежедневно записывают кормление и тренировки с животными, проводят экскурсии для зрителей и выпускают некоторых животных из вольера. Прогулками по зоопарку теперь наслаждаются животные во всем мире. Сотрудники устраивают питомцам путешествия из Африки в Антарктику. Так, например, в американском зоопарке делегация пингвинов отправилась на осмотр своих владений. Такой же кампанией прошлись и розовые фламинго. А в Коннектикутском аквариуме морской лев долго удивлялся встрече с ящерицей. Пока звери веселятся, маленькие посетители скучают по ним и даже пишут письма из дома. И, конечно же, ждут скорой встречи. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.